Если говорить про баланс между эмоциональной подачей и аналитикой, то, наверное, в первую очередь надо сказать про то, что эмоции – это очень индивидуальная составляющая. То есть один человек, несколько разных людей на одну и ту же тему по-разному эмоционально сработает. Более того, всегда есть разные стороны медали, и один человек с одной стороны, другой человек с другой стороны, поэтому эмоции будут разные. Если говорить про анализ, то анализ, если он грамотно сделан, он всегда будет говорить об одном и том. То есть мы можем говорить про экстремум, мы можем говорить про минимум, мы можем говорить про динамику, мы можем говорить про кластеры, мы можем говорить про какие-то тренды, прогнозы. Профессиональные аналитики владеют таким инструментом, как численные методы, теория вероятности. И это не эмоционально Эмоция появляется тогда, когда появляется человек, который знает, что какая-то группа заинтересована в том, чтобы знать, что есть такой экстремум, или есть такой тренд, или есть такой прогноз И они этой группе это сообщают Для того, чтобы эта группа заметила эту информацию на общем фоне, они окрашивают это в определенные эмоциональные цвета Чтобы либо вызвать чувство тревоги, либо наоборот найти какой-то повод для катарсиса при разглядывании этих данных Помогает этому колористика, помогает этому примитивные графические приемы, помогает этому...